Сегодня мы поговорим о том, к чему многие из нас уже привыкли. Хотя есть и те, для кого это по-прежнему откровение. Кто до сих пор сам осуществляет нелегкий процесс управления автомобилем, без всякого постороннего участия. Во всяком случае, без участия героев нашей сегодняшней программы. А сегодня наши герои – это электронные помощники водителя во всех своих ипостасях. Хотя сейчас уже уместнее говорить не помощники, а заместители. Но, впрочем, обо всем по порядку. Современный автомобиль очень трудно себе представить без целого комплекса, контролирующие и исправляющие ошибки водителя электроники. Даже такие простые рабочие лошадки, как, например, наш добрый Peugeot-партнер и тот оснащен системой антиблокировки тормозов и системой противоскольжения. Ведь это еще далеко не полный перечень тех электронных прибамбасов, которыми оснащают современные машины. А человек к хорошему быстро привыкает. И забывает, что вся эта электроника не может заменить самое главное – водительские мозги. Вот вам простая история. Ники преуспевающий бюргер, ездящий на шикарном BMW X5, оснащенном всеми возможными электронными прибамбасами, решил сделать своему сынишке подарок по случаю окончания школы – купить первый в жизни автомобиль. Он отправился на ближайший партинг, где торгуют поддержанными машинами, и выбрал самую простенькую дешевую игрушку, лишенную, естественно, всех тех электронных прелестей. Выход на автобан, он расслабился и, внезапно увидев перед собой вспыхнувшие стоп-сигналы, сделал резкое движение рулем, лишенного гидроусилителя и системы переменного усилия. В результате машину бросило в сторону. Удар по тормозам, удар в пол, но тормоза, лишенные АБС, моментально заблокировали колеса, и машину потащило в отбойник. В результате еще два собранных автомобиля и груда искореженного железа. Впрочем, современные машины защитят даже в этом случае. Но задача максимум – предотвратить столкновение, сделать все, чтобы водитель сохранил контроль даже в резко меняющейся ситуации. А это так часто случается на дороге. Специалисты компании BMW решили зрить прямо в корень. Поскольку рулевое управление – это, пожалуй, главное, что определяет поведение автомобиля на дороге, то приступили и к его доработке, добавив рулевую колонку, планетарную передачу и электромотор. В этой схеме планетарная передача отвечает за коррекцию угла поворота, а электромотор – за возрастающее или ослабевающее усилие на руле автомобиля. Настраиваются параметры работы этих новых участников рулевого механизма в зависимости от скорости движения автомобиля. Так, выезжая с парковки, автомобиль с активным рулевым управлением ведет себя как типичный американец. Тот же мягкий руль и те же большие углы поворота колес. Достигается это передаточным соотношением в рулевой планетарной передаче и работой электродвигателя – усилителя рулевого колеса. Все это экономит водителю и силы, и нервы. На скорости на первый план выходят совершенно другие приоритеты. Мягкий руль здесь больше не плюс, а идеальное передаточное соотношение зависит исключительно от условий движения. Поэтому активное рулевое управление автоматически меняет передаточное число и усилие на руле. Это придает движению автомобиля больше динамичности, да и подвижности. Автомобиль движется гораздо более предсказуемо, чем он двигался бы без системы Active Steering. Даже хорошо подготовленный водитель не способен реагировать на изменения условий движения быстрее, чем это делает система. Причем, вопреки всем скептикам, такая система не лишает драйва от управления автомобилем. Ведь в отличие от многих конкурентов, BMW сохранила жесткую связь между рулем и колесами. Впрочем, BMW на самом деле не единственная компания, которая вмешивается в управление. Lexus тоже вовсю помогает водителю. Но помощь этой машины направлена на безопасность в гораздо большей степени. Система VDIM, установленная на этих автомобилях, сама подруливает, если чувствует угрозу заноса или отклонения от идеальной траектории. Вообще, многие электронные помощники имитируют вестибулярный аппарат человека. Они точно так же отслеживают положение автомобиля в пространстве и корректируют его. Для этого устанавливается множество датчиков, которые подают сигналы исполняющим устройствам. А те же, в свою очередь, принимают меры для стабилизации ситуации. А комплекс таких мер у современных автомобилей достаточно широк. Особенно у автомобилей, которые по концепции предполагают вождение в условиях, близких к экстремальным. У них регулируется даже жесткость подвески. Так, чтобы в случае необходимости можно было зажать подвеску, а если такой необходимости нет, то обеспечить приемлемый комфорт. Итак, возвращаясь к той самой истории с несчастным бюргером, мы решили провести следственный эксперимент. Насколько действительно эта самая контролирующая электроника может помочь даже подготовленному водителю справиться с экстренной ситуацией. И вот два автомобиля. Новейший Lexus CS430 и Chevrolet Camaro заре 80-х. Между ними ровно четверть века. Но зато крутящие моменты мощность двигателя одинаковы. Результаты свелись к магической цифре 5. Именно на столько секунд современный Lexus проходил 150-метровую змейку быстрее классического Camaro и ровно на 5 километров в час была выше скорость выполнения переставки. Конечно же, снова на Lexus. Наверное, даже глупо спорить о том, какой из этих двух автомобилей доставляет больше кайфа от отвязных покатушек по аэродрому. И все-таки удовольствие это сродни мозголомству, когда извлекаешь квадратный корень при помощи шариковой ручки и бумажки в клетку. Это, безусловно, повышает ваш IQ, но в обычной жизни все же гораздо лучше пользоваться электронным калькулятором. Так оно и быстрее, и шансов на ошибку на порядок меньше. Но если до недавнего времени электронные системы исполняли разве что роль калькулятора, то сегодня они уже вовсю претендуют на роль полноценного компьютера, осуществляющего полный контроль за движением автомобиля. Яркий пример – система, которая разрабатывалась для грузовиков мерседесовскими инженерами. Она позволяет этим автомобилям ехать вообще без участия водителя. Ведущий автомобиль в такой паре оборудован системой считывания дорожной разметки. Ориентируясь на подсказки системы, автомобиль сам задействует рулевое управление. Чтобы сохранять рядность движения. При многокилометровых пробегах, которые приходится совершать водителям-дальнобойщикам, это немаловажное подспорье. Единственный вопрос, на который пока не ясен ответ, это чем будут заниматься дальнобойщики в дороге, если все за них решает компьютер. Особенно это касается второго автомобиля в колонне, ведь функции его водителя вообще сведены к нулю. Автомобиль послушно держится в хвосте ведущего. Но для легковых автомобилей тоже есть кое-что новое. Система, считывающая дорожные знаки. Обработав информацию, система сама корректирует скорость и выдает данные анализа на панель приборов, чтобы водитель понял, почему скорость движения сама по себе снизилась. Эта система была бы не лишней на российских дорогах, где знаки порой вообще неразличимы. Но терзают смутные сомнения, что эта система сможет справиться с такой задачей. Ведь при всей продвинутости этих систем они все же не всемогущи. Поэтому всеми прелестями пока могут воспользоваться только жители благополучной Европы. Но нам тоже кое-что перепадает из арсенала электронных помощников. Система Night Vision, впервые установленная компанией Daimler Chrysler. Эффективна даже на просторах нашей страны. Ведь плохая видимость в ночное время это абсолютно международная проблема. Водитель автомобиля с системой Night Vision пользуется электронным глазом, который ночью видит на 150-200 метров дальше, позволяя различить в темноте, например, пешеходов. Кстати, в этой ситуации будет и мерседесовская система BAS+, которая позволит избежать наезда. Впрочем, конкуренты не отстают. BMW повышает безопасность ночного вождения за счет одной нехидрой премудрости. Датчики автомобиля реагируют на свет фар встречных машин и автоматически переключают свет в ближний режим. После того, как автомобили разъехались, все возвращается в первоначальное положение. Вместе с системой ночного видения это существенно снижает вероятность наезда на пешеходов. Так что электронный глаз уже вовсю стоит на страже жизни и здоровья водителей и пешеходов. Но от того, что аварии случаются не на ночной дороге и не на большой скорости, они не становятся особо приятным событием. Аварии на парковке вот бич современных больших городов. И вот почему инструкторы по вождению по-прежнему в большой цене. Итак, сейчас мы посмотрим, каким образом преподаватели автошкол будут терять часть своего заработка. Активируем систему. Она начинает сканировать пространство справа от нас в поисках свободного места. Заметим сразу это свободное место нами заранее припасено и вы просто так попробуйте его найти во Франции. И говорит, местечко найдено. Мы переводим систему в автоматический режим. Так. Ехать вперед медленно. Окей. Двигаемся. Стоп, говорит машина. Выбираем заднюю передачу. Едем назад. И смотрите, такое ощущение, что какой-то дюжий хлопец под капотом сам начал активно работать баранкой. Я не прилагаю никаких усилий. Вот мои руки. Руль крутится сам по себе. Интересно, как долго это будет продолжаться? Я бы уже, честно говоря, давно бы уже вышел отсюда, но она почему-то считает, что мы запарковались недостаточно верно. Да, парковка закончилась в семь приемов. Честно говоря, я бы смог это сделать в три. Система пишет ОК. Система расслабляет настолько, что мы решились на весьма отчаянный эксперимент. Вот сейчас я следую только указаниям электрической тетеньки. Ребята, это удивительное ощущение. Итак, система сказала ОК, мы припарковались. Но на скорости не всегда есть время что-то сказать и тем более что-то услышать. Поэтому система новой Volvo S80, предупредив водителя о возможном столкновении, сама приступает к торможению. И не только у Volvo система наделена такими полномочиями. Distronic Plus мерседесовская система, которая из банального круиз-контроля эволюционировала в полноценного заместителя водителя. Тоже тормозит автомобиль пол при необходимости, но она также способна после этого сама продолжить движение на заданной скорости, соблюдая дистанцию. Еще одна проблема, решение которой взяла на себя электроника. Это столкновение при перестроении в другой ряд. Ведь мертвые зоны в боковых зеркалах все равно существуют, как бы не изменялась форма отражателей. Электроника сама сканирует мертвую зону и сигнализирует водителю, если перестроение в соседний ряд сейчас небезопасно. Кстати, ночью эта система тоже работает. В дополнение к ней появилась система, которая берет на себя обязанность разбудить водителя при необходимости. Эта система основана на анализе обычного стиля вождения. Если траектория отличается от обычной, то система активирует водителя. Японцы тоже думают в этом направлении. Электронный помощник водителя Хонды, ориентируясь на дорожную разметку, вообще позволяет убрать руки с руля. Правда, не насовсем. Когда система распознает по курсу поворот особой крутизны, она передает управление водителю. Предварительно его оповести. За дорожной разметкой сегодня могут следить не только камеры. На Ситроене за это отвечают датчики. Но значение человеческого глаза в процессе управления невозможно переоценить. Правда, в этот раз речь идет немного о другом. Человеческий глаз является лучшим индикатором нашей активности. И разработчики автомобилей собираются внимательно следить за нашими глазами, чтобы предотвратить возможные неприятные последствия. Компания BMW уже близка к серийной реализации этой системы. В салоне автомобиля будут установлены миниатюрные камеры, которые будут следить за тем, чтобы водитель не закрывал глаза надолго. В противном случае система будет возвращать водителя в реальный мир звуковыми сигналами. И эти системы уже нельзя назвать просто электронными помощниками. Это скорее электронные контролеры. как и этот, установленный на Volvo. Пока водитель не дыхнет в трубочку, двигатель автомобиля останется абсолютно холоден ко всем попыткам запустить его. Кстати, неплохой вариант противоугонной системы в российских условиях. Но как бы то ни было, жизнь без многочисленных электронных помощников для многих водителей сегодня просто невозможна. Есть мнение, что все эти электронные системы постепенно превращают водителя в обычного пассажира в воле и случая оказавшегося за рулем. Но рост скоростей, мощности и парка автомобилей просто не оставляет другого выбора. Редактор субтитров А.Семкин